Субтитры создавал DimaTorzok Он слабеет, у него обезвоживание имеет право пить Человек, у которого работа на улице, то есть он должен там работать, его от работы не освобождает Он даже может пить понемногу, меньше чем 30 грамм, каждые 6-7 минут, чтобы не обезвожиться Человек, который почувствовал, что он уже плохо себя чувствует, или он обезваживается, или у него тошнота Он входит в категорию больных, которых даже не опасно для жизни Он от поста такой человек освобождается Поэтому сегодня очень важно, чтобы те, кто постерятся, чтобы были в комнате, где есть кондиционер Чтобы дети, которые старше 12-13 лет, мальчики, девочки, пожилые люди, которые держат пост Чтобы они были в кондиционерном помещении Кроме этого, человек, который сказал благословение, должен попробовать и потом остановиться, не имеет права дальше есть Человек, который начал кушать и забыл, что сегодня пост Как только вспомнил, что сегодня пост не имеет права продолжать есть, должен прекратить кушать и продолжать свой пост Если он съел больше, чем казать, то уже на минха он анену не говорит Но если только всего лишь откусил и потом вспомнил И несмотря на то, что проглотил, анену на минха он да говорит Сегодня минха у нас безрадочная без 10-8 на 10 минут раньше Потому что есть у нас сефертура и также есть беркат куаним Куэн, который постится, он говорит беркат куаним И также выходит тот куэн, который постился Как мы сказали, дети, женщины беременные и кормящие, старые люди, люди, которые болеют Принимают таблетки, они от поста освобождены Но несмотря на это, они не имеют права слишком пышно кушать То, что им необходимо поесть, хлеб, вода для поддержания их организма в нормальном состоянии Это то, что разрешается И, дай Бог, чтобы, как мы сговорили, эти драурные дни поста Вратились в праздники, как пище трамбам, этот пост нам не дан для того, чтобы нас мучить Чтобы у нас голова болела или живот крутил Как только начинается что-то у нас, голова болеть или живот и так далее Человек должен вспомнить, почему мы постимся Что в этот день произошло, как мы сказали с вами, 5 трагедий Были разрушены, разбиты скрижали, пробиты стены Иерусалима Отменилось постоянное жертвоприношение Сожгли сефертуру, поставили идола в храме И все это из-за грехов еврейского народа И, как говорят мудрецы, что в том поколении, в котором Бет-Намикдаш не построен Все равно, что он, не дай Бог, в этом поколении разрушен Поэтому эти посты призвали нас вспомнить те трагедии, которые произошли И сделать шува Бет-Намикдашем, чтобы все это исправилось и встало на свои места Баруфа-Донай-Ле-Улам, Амин-Ле-Амин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!